Сегодня мы рассмотрим схему простой инвертор малой мощности. Это простой маломощный инвертор, который преобразует 12 вольт постоянного тока в 230 вольт переменного тока. Простыми словами, это преобразователь постоянного тока в переменный. Его можно использовать для питания очень легких нагрузок, таких как зарядные устройства, ночники и любые радиоэлектронные игрушки. Схема построена всего лишь на двух микросхемах, а именно на микросхеме CD4047 и микросхеме ULN2004. Рассмотрим схему и компоненты. Микросхема CD4047 это моностабильный или остабильный мультивибратор. Он подключен в нестабильном режиме и вырабатывает симметричные импульсы частотой от 50 до 400 Гц. Которые подаются на вторую микросхему через резисторы R1 и R2. Вторая микросхема ULN2004 это популярная семиканальная микросхема Дарлингстона. Здесь три каскада Дарлингстона соединены параллельно для усиления полученных сигналов от первой микросхемы. Выход со второй микросхемы подается на трансформатор через резисторы R3 и R4. Трансформатор. Трансформатор это обычный понижающий трансформатор. 220 В на 9 В с током 500 мА. Но здесь используется для обратной функции, то есть для повышения. Первичная ботка это будет на 9 В, а вторичная на 220. Это означает, что он вырабатывает высокое напряжение. Резисторы R3 и R4 используются для ограничения выходного тока микросхемы U2 до безопасного значения. С помощью потенциометра можно изменять диапазон частот и настраивать инвертор для различных целей. Два слова про охлаждение. Если инвертор будет работать постоянно, то лучше всего установить микросхему U2 на небольшой радиатор, чтобы предотвратить перегрев. А для повышения эффективности можно заменить обычный трансформатор на тороидальный. Это в случае, если инвертор будет использоваться постоянно. Вот такая очень простая схема простого инвертора. С 12 В постоянного тока на 220 В переменного тока. Если радиолюбители захотят повторить эту схему, мы приводим аналоги для микросхемы U1 и для микросхемы U2. Ссылку на принципиальную схему этого простого инвертора вы найдете в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами знакомимся с интересными и несложными электронными схемами. Субтитры создавал DimaTorzok